Злая собака на турецком. Пляж слишком грязный. Интересно, сколько тут стоит жилье? Наша комната. И тут огромная толпа людей. Покидаем, да, праздеприимный дом. Едем на другой берег Стамбула. А там коты в тарелочках сидят. Ты видишь, кот в тарелке сидит? Кот на тарелке, да. Кот на блюдечке, вау. Так, еще пять остановок. И Оля не будет еще пущеной. А пока вот так вот. Чтобы доехать от одного хоста к другому, надо преодолеть километров 20, причем перебраться из европейской части Стамбула в азиатскую. Сменить две линии метро. Капец, 20 километров. На общественном транспорте. Да, и с рюкзаками. Так, что-то камера сломалась. Но сейчас вроде подсек починил. Офигенную квартиру поселились. Посмотрите, какое тут все. Пентхаус в каком-то доме, в классном районе. Рядом горы. Видны острова. Офигенные. Офигенные. Поселились у турецкой учительницы университета, которая 57 или 56 лет, что-то типа такого, снимает полэтажа на верхнем этаже. Можно сказать, в пентхаусе жили. Ну, вообще, о возрасте не говорят. То есть, очень прекрасная женщина, смотрится как девушка. И очень гостеприимная. Красивые у нее виды с окна. То есть, там последний этаж многоэтажки. Голуби курлычут по утрам. То есть, такое вот единение с природой в центре фактически. Ну, не совсем. В центре уже на окраине. Ну, как на краю. Ну, там уже было видно холмы. То есть, это уже была не такая вот магистральная дорога с кучей трафика. То есть, там было довольно тихое место. Такой спальный район. Да. Ну, и по-английски она, конечно, не очень сильно там это. Поэтому Оля говорила очень громко, очень четко. И вот как-то мы умудрялись все-таки понять друг друга. Сейчас, you want to sit here or there. We can sit there or something. Yeah, yeah, thank you. Photos time. Maybe we will look there. What? Photos with us. All of you are. Ольга, where is your photo-apparat? I will just... Yeah. Офигенно. Офигенно. Стамбул, конечно, классный. И рядом со Стамбулом расположен архипелаг островов, которые называются Принцевы острова. Неизвестно почему. Ну, там есть легенда какая-то, но мы ее не услышали, а может мы ее забыли. Ну, да. И ходят оттуда эти, такие... Паромы. Ну, паромы. Да. Паромная переправа. Паромная переправа, плыть где-то 40 минут. Билет стоил, по-моему, где-то полтора евро, может, два евро, ну что-то типа такого. Ну, это с Стамбульской картой. Ну, да. Потому что без Стамбульской карты это будет в два раза дороже, где-то в среднем. На тот остров. Такую жару псы спят вот так. Жарко. И рядом строится метро. Строят новые станции метро. И корабли. Плывут вот туда, вот на острова. И нам тоже туда. Отправляемся на остров. Где-то вот туда. И так, что отсюда. И вот у нас тоже. И вот у нас к utterминен. Я ещё хотел. Катер. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда плывешь на этом корабле, видишь Стамбул на горизонте, и он не заканчивается. Из одного конца в другой, и это только маленькая часть. Понимаешь, насколько город огромный? Да, то есть Стамбул везде. То есть видно и старый город, то есть европейскую часть, и новые постройки, азиатскую часть. Там какой-то, может быть, опять новострой, где строят высотки, там мало зелени, и просто вот эти вот высотки торчат с кранами. И город вон туда, куда-то уходится. И где-то там аэропорт. Если туда, и вон, где нет, 12 километров, то есть два березда. 20 отсюда. 20, а не 12? Нет, оттуда было 40 планов, туда 20. И что, все мокра, мы едем тут в четырех, вот что-то есть. Да на метро как-то там, Оля, надо посмотреть. А мы еще тихо удастся. Если азиатская часть сильно отличается от европейской, то острова вообще не похожи ни на азиатскую часть, ни на европейскую, как будто попали неизвестно туда, даже не кажется, что это Стамбул. Да, то есть там огромные такие особняки, построенные, непонятно, конечно, в каком-то не колониальном стиле даже, я не знаю. То есть они очень большие, просторные, много из них деревянных, то есть там у них суд деревянный. Да. И очень много зелени, красота. Приехали на остров, а тут все равно куча народу. И базата. И базата, да. Какой ковер? Мы забыли нашу сцену в корабле. Мы забыли нашу сцену в корабле. Харимат. Забыли каримат на корабле. Возвращаемся, бежим за кораблем. Надеюсь, успеем. Каримат нашли и привезут вечером. Надеюсь, все будет в порядке. Но народу, конечно, дофига. Чайки везде кричат. Кони, мотоциклы, все смешалось. На острове одни велосипеды или кони. Машин почти нет. Эти дома совсем не в турецком стиле. Вот эти. Более французские. Это Прованс, да? Колониальная эта эпоха Испании. На островах как будто. В Карибах. Интересно, сколько тут стоит жилье? Дофига, наверное. Стамбул на заднем плане. Колоритный облач. Отличная панорама на горы. Вау. Как из сказки. А там другие острова. Тоже офигенные. Не, ну эти острова реально как Карибы. Мрамор на море. Офигенно. Да. И Мустафа Кемаль Ататюрк. Злая собака на турецком. Тут на острове где-то должны быть бесплатные пляжи. Но пока не нашли. Вроде есть только платные около отелей. Отров хороший, конечно, красивый, но воняет здесь, потому что много лошадей. Поднимаемся наверх. Осталось совсем немного. Зато там вид на Стамбул. Церковь. Церковь. На горе. Мы прибыли на самый большой остров среди архипелага этих островов. И вот на нем сверху расположена церковь. Которая там уже где-то, может, тысяча лет. Хотя она была разрушена, потом реконструирована, но где-то около тысячи лет. То есть церковь там греческая. Да, христианская. Христианская. То есть, наверное, это греко-католическая или просто греческая церковь. То есть очень маленькая, очень древняя. Туда приходит все-таки много людей, хотя идти довольно далеко и тяжело, потому что это постоянно вверх-вверх-вверх. Ну да, и транспорта там нету, только конячки могут подвезти к горе. Да, и эти бедные лошадки, они настолько выработаны. Их просто там загоняют. На них страшно смотреть. Так что можно брать велосипед, если не боитесь. Но там довольно круто, поэтому кто не умеет, лучше пешочком. А лошадки, не пользуйтесь лошадками. Они и так бедные, голодненькие. Отлично. Стоил подъем того, чтобы сюда забраться. Спустились вниз, наконец-то. Кто едет на лошадях, а мы идем пешком. Чайки провожают нас. Они сейчас уже не рыбы едят, а шунисты подкармливают. Макдональдс, еду из Макдональдса, поэтому они все жирненькие стали. Вернулись с острова. Время приготовить хапчик, чтобы жрать. Вид из окна на ночной Стамбул и острова. Покушали вкусной турецкой еды, чай. Обожаю турецкий чай. Хорошо. Наша комната. Здесь будем спать. Диван раскладывается. Отлично. Жара. 35 градусов или 40. До хренища. И мы все толпой едем на пляж в Стамбуле. И тут огромная толпа людей. Все здесь огромная толпа людей, и мы едем на пляж. Вот так и едем. Привет. Привет. Как ты лас? Как с правой? Я и в русском, в украинском. Пошли все купаться в Мраморном море, на какой-то там недопляж, где почти народу не было. Оля, наверное, там единственная девушка была на пляже. Неправда. На парке сидели еще две девушки в купальнике, и там были все-таки девушки в купальниках, которые купались. То есть это был городской пляж, но я так понимаю, что он был не сильно цивилизованный с точки зрения там лежа кофе, всего такого, но люди купались. Ну да, и с нами немец Филиппе был, пошел купаться в лавке за булдом, или что-то типа такого, и пошел купаться в трусах. И когда вылез в мох трех трусах, пошел в местный типа бар купить что-нибудь. Ну да, что-нибудь такое. И турки говорят, что... Харам. Да, в Стамбуле в лавках не ходят мужчины. Женщины, кстати, они ничего не говорили. То есть, я так понимаю, им это приятно наблюдать. Но дело в том, что парней, да, парней они наблюдать не хотят. Но все-таки, в принципе, много европейских, и даже не только европейских местных, там купалось девушек. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Так, покупались в Мраморном море в Стамбуле. Ачевмент выполнен. Теперь надо посохнуть где-то тут. На траве, потому что пляж слишком грязный, каменистый. Короче, капец. Нормальных пляжей в Стамбуле нет. Надо ехать куда-то за город. И Марио с нами согласен. Последний вечер в Стамбуле. Завтра самолет в Афине. Отдыхаем в парке. Куча народу тут тусит. Офигенно. Прямо такое место для релаксации. Можно прийти отдохнуть. Всякая фигня. Покупаться в море. Офигенно. Стамбур строится и строится в европейский город. Торговый центр так себе. Ничего необычного. Вполне себе ничего. Последний вечер в Стамбуле. Там где-то на горизонте садится самолет. Именно туда мы завтра и отправляемся. Где-то 20 километров. Отсюда до аэропорта. За час доберемся мы чуть больше. Стамбул никогда не спит. Два часа ночи. Народ гудит. Вдалеке видны острова, где были на днях. После отличной недели в Стамбуле пора лететь уже в другую страну. В Афины. Так что в следующем видео будут Афины. Да, то есть Афины нас ждут. Стамбул был прекрасен. Новые впечатления. Новые люди. Афина. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»